Приветствую, друзья! Всем доброго здравия! Хочу сообщить вам о появлении нового интервью, нового видео с немецким ученым Штефаном Ланкой. Это интервью подготовила, провела и перевела на русский язык Екатерина Сугак. Видео очень важное, и поэтому я не рекомендую, а именно прошу всех посмотреть это видео, обязательно, и распространять его. Но перед тем, как посмотреть, я считаю, что лучше сначала прочитать статью Юрия Игнатьевича Мухина. Вот эту вот статью. Он ее написал как раз после того, как посмотрел это видео. И я думаю, эта вот статья вам поможет как-то лучше, что ли, осмыслить, переварить все то, что сказано Штефаном Ланкой вот в этом интервью. Под конец своего сообщения я хочу дать двухминутный фрагмент из этого интервью. В этом фрагменте Ланка приводит подробности своего общения с представителями Пекинского института геномики. Это нечто, это нужно обязательно послушать. Думаю, что даже слепые прозреют, хотя, конечно, не факт. Всем спасибо, всего доброго, удачи нам всем. Еще одна вещь, которая является очень важной частью этого процесса, это то, что вы провели контрольные эксперименты для вируса кори. Да, я провел контрольные эксперименты. И самое смешное, это то, что судья говорил, что это абсолютно неважно и нет смысла их учитывать, потому что я все равно выиграл. Но когда что-то касается жизни и здоровья многих людей, или даже одного единственного человека, суд должен учитывать всю важную информацию. Но, как видите, они не хотят этого делать. Это одна из причин, почему в этом деле так много шума и неразберихи. Очень много. Я провел контрольные эксперименты во время процесса по вирусу кори. Я делал то же самое, что делают вирусологи с клеточными культурами, но не использовал какой-либо инфекционный материал. И моя клеточная культура умерла точно так же, как у вирусологов. Затем я взял данные человеческих генетических последовательностей, находящихся в публичном доступе, и проделал то же построение и выравнивание, как биоинформатики, из миллионов маленьких кусочков, чтобы создать длинную последовательность нуклеиновых кислот, которую вирусологи называют основой вируса, вирусным геномом. Я сделал то же самое, и что интересно, я сделал это с помощью самого престижного и известного во всем мире института генетики, пекинского института геномики. И когда пришло время оплачивать их работу, я сказал, что я делаю это для судебного процесса, и если вам придется приехать в Германию, сколько это будет стоить? И они сказали, нет, мы никогда не договаривались, что мы будем участвовать в судебном процессе, мы отказываемся идти в суд, потому что это будет конец нашего бизнеса. И потом они сказали, что так как они не согласны с тем, чтобы я презентовал публично эти данные от их имени, они не возьмут с меня денег за проделанную работу. К тому моменту уже было совершенно ясно, что вирусологи используют самые обычные человеческие нуклеиновые кислоты и создают из них геномы так называемых вирусов. Субтитры создавал DimaTorzok